Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы в телеграфном стиле повторим пройденное по коронавирусу, закрепим наши знания. Итак, очень важно мыть руки и дезинфицировать поверхность. Внешняя оболочка сферы вируса, как мы с вами говорили. Внутри, как мы помним, находится десант из множества закрученных спиралек РНК, готовых атаковать наши клеточки. Оболочки шарика сферы вируса состоят из белкового и липидного или жирового компонента. Так вот, внешняя оболочка вируса разрушается под воздействием мыльного раствора, перекиси водородов, хлор содержащего раствора и этилового спирта. Следует помнить, что и в перчатках нельзя трогать лицо, чесать нос, тереть глаза, тем более в перчатках весь под маской. Перчатки долго носить нельзя. Используя их, выбрасывайте, не жалейте, не экономьте. То же самое следует сказать и о масках. Пользуйтесь масками в общественных местах, метро, транспорте. Не геройствуйте, не стесняйтесь. Ваша красота будет с вами все время. Послабление это ведь не как всегда будет. Не забывайте, эпидемия не закончилась. Ежедневно выявляются больные вирусом люди. Ежедневно, к большому нашему сожалению, кто-то даже умирает от коварного врага. При малейших проявлениях симптомов остро-риспираторного заболевания контролируйте температуру, одевайте маски, оставайтесь дома, минимизируйте общение с домашним, уходите в свободную комнату, проводите тщательную дезинфекцию, влажную уборку, проветривание, вызывайте врача. Желательно дома иметь рециркулятор или кварцевую лампу. Включайте их, обезнаживайте воздух в помещении. Стирка вещей постельного белья полностью уничтожает вирус. Белковая часть сферы вируса сворачивается как яичный белок под воздействием не очень высокой температуры. Не нужно выставлять температуру стирки 70-90 градусов. Для ликвидации вируса достаточно мягкой стирки. Жаркое лето нам будет помощь. Прямые солнечные лучи убивают вирус очень быстро. Будьте здоровы, на этом откланиваюсь вам.